Всем доброго времени суток! У нас 17 октября, канал Azimani. Хочу снять видео по Амазону и разобрать две тематики. Первая тематика связана с тем, что все-таки делать с отзывами. Информация как бы добавляется, изменяется, корректируется. И второй вопрос по поводу, что делать с тем, что у нас произошли ограничения для новых продавцов. Так, переходим в группу Facebook основную, которую я создал для всех этих обсуждений и всего остального. Так вот она называется. Плюс тут еще добил я все вот эти моменты. Все-таки я добавил дропшиппинг. По дропшиппингу человек просто изъявил желание, мой знакомый дропшиппер. Он конкретно этим занимается. Так что вступайте в эту группу тоже. То есть там чисто эти тематические группы связаны. Здесь дропшиппинг, здесь по книгам, здесь по ревью. То есть это конкретно тематические группы. Все остальное по платному контенту, по вайберу, это обращайтесь ко мне, а в любом случае будем это обсуждать. По поводу книжного, книжные группы. Напишите, пожалуйста, мне, кто действительно в книгу соображает, разбирается, есть какой-то хороший опыт. Я с удовольствием бы нашел в админа, чтобы этим заниматься. И по этому поводу рассказывать. Потому что реально, к сожалению, я ни книгами не занимаюсь, ни дропшиппингом. В этом я помочь вообще никак не могу. Создал для того, чтобы как бы было, где было место общаться с людьми. Но вот такого действительно, кто в этом хорошо разбирается, пока нет. То есть напишите, если есть желание. Чисто просто этим заниматься, помогать. Ну ничего такого там нет, никаких действий особо. Так, теперь возвращаемся к вопросам по ревью. Ревью группы у нас вот это вот. Идем в ревью. Здесь у нас админ, у нас вот Сергей. Все вопросы, в принципе, к нему обращайтесь. То есть он все расскажет. Смысл такой. Вот здесь я написал так вкратце, как можно собирать ревью. Очень много сейчас идет различной информации по ревью. Как, что, там, огромное количество людей в ладоши хлопают. Есть люди, которые всегда, чтобы не сделал Амазон, они кричат, как это классно, как это правильно и круто, что теперь все наладится и все будет лучше. Кто-то наоборот как-то хочет сказать, какие Амазон нехорошие нас обманули. Я пытаюсь какую-то нейтральную позицию выбирать, хотя есть свое мнение в этом отношении. Смысл такой, что да, можно радоваться и делать то, что делает Амазон. Но в любом случае нам надо как-то продавать. По поводу получения ревью. Да, есть предложение по поводу того, что у нас разделяется на две части. Первая часть – это ревью получить людям, у которых их в принципе нет. Для новичков. Для новичков надо получить минимум, минимум 15-25 ревью. Раньше мы это могли сделать, я об этом рассказывал, вообще не загоняясь, просто по купонам раздавать. На данный момент эта система проверяется. У нас сейчас будем разбираться, но говорят, что люди, которые покупатели, которые вас купили за купон, у них стоит запрет на конкретно написание отзывов на ваш конкретный товар. То есть такая вот блокировка стоит. То есть можно ваш товар, человек левый какой-то, может, у которого есть там 50 долларов выкупа на Амазоне, может тупо написать на ваш товар отзыв, но одновременно, если он у вас купил товар за купон, он не имеет этого сделать права. На 100% я этого не знаю, мы сейчас будем проверять, чисто брать там свой товар, отдавать там за один цент и пытаться написать отзыв. Когда будет информация, я сниму видео, отдельно дополню. Или в комментариях под видео напишу. Вот, сейчас точно не могу сказать, ситуация непонятна. Почему? Потому что по логике Амазона, они сейчас нас просят. У них особая логика, то есть для меня она непонятна, неочевидна. А они просят нас теперь не при раздаче купонов. Они это не запрещают, купоны никуда не ушли. Почему? Потому что мы также можем раздавать товар, продвигать, и Амазон на этом зарабатывает денежку. Тот же зонбласт работает, значит и работает ротация товара в зависимости от раздачи. Вот, то есть идет продвижение. Получается такая ситуация, что Амазон запретил перед тем, как мы получаем отзыв, просить об этом. То есть мы в фейсбуке пишем там задание и обязательно пишите ревью. Вот, нам и так до этого не писало там, я не знаю, там 70, наверное, лучшая цифра в среднем. Но у многих и 50% не было. То есть вы раздали два товара и получили один отзыв. Вот, то есть ревьюеры, они и так достаточно ленивые и не особо порядочные основные. Ну, большая часть. Хотя много и нормальных людей. Сейчас типа это писать нельзя, мы также можем раздавать, а потом в рассылке в почте мы можем просить людей, чтобы написали нам отзыв. Вот, то есть мы продали товар за полную стоимость, продали товар за купон там 70% скидка, 50%, 1, там 99% скидка. Мы типа можем просить. Из-за этого я говорю, информация не проверена на 100%. Хотя люди вот утверждают, что блокируются. Но просто по опыту Амазона у одних заблокировано, у других не заблокировано. Это вообще обычная история. Так что двигаемся дальше. Это мы будем проверять. Но на сейчас, сейчас, предложение и просьба такая. Это касается исключительно тех людей, которым нужно вот эти 15-25 отзывов для запуска того же автомата Pay-Per-Click. Вот, для того, чтобы ваш товар уже пощупали, потрогали. На данный момент от нашей группы, то есть мы вот объединились здесь и объединяемся, продолжаем объединяться. То есть в том плане, что есть предложение именно просто выкупать товар. Выкупать товар, получается у вас затраты. Вы перечисляете деньги Сергею. На данный момент я не знаю там, как дальше мы будем это делать, потому что пока никакого потока нет. То есть это единичный случай. В начальном этапе я через себя прогонял все это. То есть подсказывал там, к кому обратиться. А у меня было 2-3 человека. У Сергея сейчас на данный момент около 10 человек есть, которые готовы написать отзыв. Соответственно, перечисляем деньги. Сергей, перечисляем деньги, значит, стоимость товара, плюс доставка по Америке. То есть далеко не у всех есть прайм. Надо это иметь в виду. А если есть прайм, то человек за это заплатил деньги. Так что если человек заработает на этом там 3-4, там, ну, 3-4 доллара, ничего в этом страшного, такого зазорного нет. Я не вижу проблем в этом. Во-первых, вы получаете там практически гарантированно 100% отзыв. И во-вторых, во-вторых, опять же, у кого есть прайм, этот гораздо быстрее все происходит. Так что такая вот история. Кому надо срочно? Никто не заставляет вариантов получения отзывов огромное количество. Я просто рассказываю о том варианте, который вот непосредственно могут предоставить вот конкретно вот в этой группе. А это конкретно по отзывам. По отзывам. Но самая большая просьба тем людям, у которых есть знакомые в Америке, кто сам живет там, кто имеет в конечном итоге прайм, кто имеет в итоге, в конечном итоге, это выкуп на Амазоне больше 50 долларов. То есть тот человек, который может писать отзывы. Буду благодарен, если вы будете заходить к нам в группу, и вот пообщавшись с Сергеем, то есть он вам расскажет, как и что. То есть помогать получать вот эти отзывы. На это можно немножко заработать, там несколько долларов. Вот. И получить, грубо говоря, товар. По схеме того, что мы покупаем товар, потом отправляем обратно. Мы этим не занимаемся. То есть человек, который покупает, он покупает, получает товар. Вот. Да, кто перечисляет деньги, он теряет стоимость товара. Но не забывайте, вы регулируете стоимость, вы можете оставить прежнюю стоимость, можете продавать до суммы, чтобы у вас там оставался прайм. То есть вы сами уже там регулируете, смотрите, как это вам выгодно. И мы выкупаем по той стоимости, которую предоставляете. Вот и все. Не мы понимаем, что есть дорогие товары, с теми товарами индивидуально надо решать. Те товары, которые 10-20 долларов, никто не собирается брать товар, потом переправлять, потому что посчитайте себе стоимость. Это невыгодно. Даже если товар будет приходить, потом отправляться, и вот это вот. Ты, мои ревьюеры будут заниматься, мои друзья тебе ревью сделать, мои твои мне сделать, это все фигня. Если людей не заинтересовать хоть как-то, это нафиг никому не надо. Я своих друзей еле-еле заставлял там, потерял на этом огромное количество времени и сил, и просто, так скажем, очень сильно нервничал в плане того, что очень долго и вяло все это происходит. То есть можно быстро и нормально делать таким вот способом. А можно просто месяц ждать от своих знакомых, а тем более от знакомых знакомого, и долбить. Ну когда же он мне напишет отзыв? Да, у него там есть прайм, нет прайма. Я многим сам платил за товар стоимость, чтобы получить, опять же, верифицированный отзыв. Вариант с тем, что выкупать товар без выкупа, писать отзыв, решается индивидуально, потому что это такой не особо-не особо красивый вариант. Вот, и за это надо уже назад смотреть. А то, что нужно переключать на склады, заплатите за склады, товар даже если по прайму придет бесплатно, вы с Америки, по Америке будете уже с этого склада отправить на Амазон опять за деньги, это просто бред сивой кобыла. Это люди, которые хотят сэкономить там 2 цента, ну, как бы удачи им и флаг в руки. Вот, мы этой фигнёй не занимаемся и не собираемся заниматься. То, что просто не было вопросов по этому поводу, что там мой товар отдайте, туда-сюда, нет, вот просто перечислить деньги за товар, его купили, желательно, чтобы у человека был правильный. Ваша задача получить максимально быстрый этот отзыв. Никто вам опять же не будет писать отзыв на плохой товар. Его просто вам скажут, извини, братан, я напишу там 3-4 звезды максимум. Вот, так что это вам будет лишний контроль качества вашего товара. Вот, идём дальше. Просьба, опять же. Именно люди, которые могут сейчас проблемы найти надёжных, вот этих нормальных людей, то есть вот у нас всего 10 человек. Было бы у нас 110 человек, то есть есть разные предложения, и как бы от этого я отталкивался, что в будущем, надеюсь, будет, как вот во многих платных группах, там тысячи людей, которые нам писать отзыв. Вот, зачем это делать? Да, можно сказать, можно набрать 25 человек и делать отзыв, но мы с этим боремся. Почему? Потому что Амазон будет тоже, они не совсем уж там больные, так скажем, они всё это мониторят, все эти схемы вычисляют. Из-за этого нельзя на каждый товар, например, у нас есть 25 человек, и мы каждому блоком, раз вы нам деньги за 25 товаров прислали, вам одни и те же люди пишут отзывы. Это неправильно. Из-за этого я говорю, мы срочно ищем людей, которые реально могут там помогать бесплатно, платно. Это личное дело каждого исключительно. То есть здесь исключительно дело каждого. Каким образом помогать? Потому что на данный момент запустить товар без отзыв нереально. И что бы там не показывали по YouTube другие мега специалисты, гуру и так далее, о том, что найдите там свои друзья. Да не у всех есть в Америке друзья, у многих есть эти друзья. У меня было полно знакомых в конечном итоге. Половина вообще на связь заболели, в командировку уехали. Короче, просто там начался такой беспредел, что мама, не горюй, я моя. Меня только несколько человек нормально написали отзывы, а основная масса просто меня кинула. А если да не написали отзывы, то у многих прайма не было. То есть многие со сложностями, они там подбирали товар, чтобы бесплатно мне помочь. Ну то есть много всяких моментов. Есть люди, которые этим занимаются более-менее профессионально, просто должно быть большое количество. Чтобы не было такого, что Санек, ему 15 отзывов, один человек, одни и те же люди написали. Ваньку, 15 человек, одни и те же люди. То есть да, мы сейчас растягиваем, мы не в один день все это делаем. Надо, чтобы отзыв написать, надо зайти и посмотреть у конкурентов. Опять же, в идеале надо зайти не по супер URL, а по заданию. То есть можно попросить и это все делать качественно, как мы хотим. То есть в идеале это зайти, посмотреть по ключевой фразе, найти там на третьей странице товар и его купить. Зайти, посмотреть, минуту потусоваться и так далее. То есть мы тоже понимаем, что Амазон как бы с этим отчасти борется, но вариантов нет. Это не разговор, когда тебе надо тысячу отзывов. Тысячу отзывов уже сами собой отпали, но далеко не у всех их сняли. У меня, например, из 195 отзывов всего 6 убрали, а 189 осталось. Так что попробуйте со мной конкурировать. Или с таким же человеком, у которого тысяча отзывов. Ну, я знаю, у кого было 100 отзывов, стало 50. То есть всех по-разному Амазон шерстит. То есть до меня, может быть, не дошли. Ну, не знаю, может, и дошли. То есть далеко не у всех, у некоторых вообще отзывы не убрали, хотя 100% отзывов были накручены. Так что радоваться этому рано. И в будущем, да, когда все это нивелируется, и когда все утрясется, полное возможно. Потому что сейчас основная проблема, ревьюеры просто боятся писать отзывы. не хотят терять аккаунты, потому что очень многие на этом жили и хорошо зарабатывали. Вот. Но другого варианта нет. Мы как бы на русскоязычном, там, сомневаюсь, что на Амазоне сидят проверяющие русскоязычные. Но вот именно не будет вообще никаких проблем, если у нас будет много людей, которые будут готовы написать отзыв. И за это небольшую копейку еще и заработают. Потому что это реально, реально геморроемо, и не всегда это надо. Кто-то хочет бесплатно делать абсолютно, пожалуйста, милости просим. Вот, обращаясь к Сергею, скажите, я там живу в Америке, живу на Украине, там, у меня много продаж, много покупок на Амазоне, я могу помочь с отзывами. А вам придет бесплатно товар. Ну, бесплатно, то есть по Америке, если у вас отправится. Если вы в свою страну отправитесь, уже, конечно, за свои денежки. То есть, вот такая вот история. Буду очень благодарен, если наше сообщество именно ревьюеров, потому что кому нужно ревью, их достаточно. Мы даже это не рекламируем, они и так, как это с Рафаном радио, идут, там, в очередь уже. Но людей, которые могут написать отзывы русскоговорящие, я не собираюсь там бегать по Фейсбуку, где там всякие хейджекеры там сидят, которые там вам, наберут у вас товары, за деньги еще и кинут. А именно, нормально, кого мы знаем, их не так много. То есть, кто за кого может поручиться, только в таком контексте мы берем людей. Вот. Поэтому я рассказал по ревью. Немножко сумбурно, но, так скажем, думаю, смысл дошел. Второй вопрос касается не ревью, а касается того, что нельзя под Новый год ввести новичкам товар. Это правило касается только новичкам, старичкам. Можно ввести новый товар, как я понимаю, и можно все делать это в Европе. Это уже проверено. Соответственно, решение проблемы, если у людей, опять же, кто еще не заплатил 30%, кто собирался торговать на Америке. Просто пауза. Да, в Новый год вы обломились. Если у кого-то там очень хочется, если у кого-то уже, тем более, предоплата сделана, там, те же 30% и так далее, и сидеть и ждать все остальное, и китайцы там, так скажем, душу там за складирование берут. Есть несколько вариантов. Первый вариант – это, естественно, торговать через внешние склады. Ну, я про Америку говорю. Через внешние склады. Есть проблема, пей-пер-клик не работает. Есть, то есть, надо нагонять уже внешний трафик. Это Facebook, Instagram, Google и так далее. Есть, есть второй момент. Вам придется больше работать с покупателями. Вот. Ну, то есть, вот такая вот ситуация. Я не знаю. Для начинающего, для начинающего, мне кажется, это не айс. Вот. То есть, это действительно тяжеловато, и риски только повышаются. Вот. Потом, значит, у нас есть второй вариант, более реальный, реалистичный, так скажем. Мне кажется, это купить у кого-то аккаунт. Амазона, который уже зарегистрирован, который уже там что-то продавал. так что прошу людей, у которых есть такие аккаунты, обращайтесь ко мне. И если есть такие люди, которым действительно, ну, прям, серьезная необходимость, нужно решить эту проблему, привезти товар на Амазон до Нового года, по каким-либо причинам, не имеет значения, обращайтесь тоже ко мне. То есть, ну, чем смогу, помогу. Попытаюсь, по крайней мере, помочь, или там написать объявление и так далее. Потому что эта проблема решается именно вот. Я вижу на данный момент такие вот способы решения. Они, опять же, я рассказываю им про те вещи, которые практические, не теоретические, не в ладоши хлопать, а именно то, что действительно вам может помочь. Потому что, может быть, кто-то это не знает. И второй вариант, такой серьезный, это просто перекинуть свои силы с Америки на Европу. Люди, вот некоторые, которые особенно в Европе живут, я многим советую торговать в Европе, начинать, потому что про Европу говорят и та же самая Америка, которая три года назад была. Но не знаю, посмотрим, как дальше будет. Но в любом случае, Европа очень интересна, информации по Европе очень мало, кто владеет информацией, тоже с удовольствием бы пообщался, там, все в этом роде. В Европе нет ограничений для начинающих продавцов. У меня знакомый уже, как минимум, один, запустил абсолютно новый аккаунт с новым товаром. Так что тоже решение проблемы, которая, в принципе, может кого-то заинтересовать. Проблема с Европой исключительно связана с конкретно этими оформлением документов. Но, опять же, обращайтесь, можно пообщаться по этому вопросу. И те люди, которые знают, естественно, то есть можете в группе писать, можете со мной пообщаться, то есть можете кто посоветовать, какие-то варианты. Сейчас на данный момент есть серые схемы, как все это делать, есть белые схемы, слишком дорогие. И хотелось бы понять, ну, вроде как бы Эстония самая выгодная, потому что Прибалтика русскоязычная все-таки более-менее, плюс с налогами попроще, плюс там правила помягче. И на именно Эстонию отправляются деньги с Амазона напрямую на счета. Насколько я помню, в списке Эстонии есть. Но, в любом случае, еще много разных вариантов, которые, я думаю, не знаю. Чем, например, Эстония лучше, что вы, если юридическое лицо открываете, то там не нужно нанимать директора местного. А в Германии, например, нужно. Ну, то есть много-много-много всяких моментов, которыми я не знаком. И в разных странах разные налоги, например. То есть сейчас мы разговаривали в Германии вроде 19, а если на Пан Европен, это находится Польша, Чехия, там 21. Ну, примерно, я имею в виду. То есть с Европой она, с одной стороны, единая, с другой стороны, разношерстная. Вот. И буду благодарен, если кто-то со мной свяжется, там, дополнительно, у кого уже есть опыт по этому поводу пообщаться, потому что очень много людей действительно этой информацией бы хотели обладать. Вот. В принципе, все, что я хотел сказать, рассказал. Как обычно, лайки, дизлайки, комментарии. Буду очень благодарен. Всем удачи, всем пока.